В Магнитогорском театре оперы и балета прошло честование сотрудников театров, музеев, библиотек, приуроченное ко дню работника культуры России. На этом празднике были отмечены более 70 наших земляков. Почетные грамоты городского и областного значения были вручены за большие профессиональные достижения и наглядно показали, на каком высоком уровне находится сегодня культура Магнитогорска. Честование работников культуры началось с подведения итогов, которые оказались весьма впечатляющими. За прошедший год было показано 928 спектаклей, проведено более 600 концертных программ, посетителями библиотек стали порядка 700 тысяч горожан. Также были созданы проекты, которые показали, что в Челябинской области «Магнитка» сегодня лидер по многим направлениям. Совместный проект двух наших театров, театра оперы и балета и театра имени Пушкина, получил гран-при на областном фестивале «Сцена». Это знаменитый спектакль «Амадеус». Запущен новый проект объединения городских библиотек «Центр визуальной культуры ВЕК». То есть это еще один проект, который тоже на фоне не только области, но и России является инновационным проектом в работе библиотек. Оба проекта были реализованы благодаря гранту главы города «Вдохновение». Дальновидность магнитогорских властей уже оценили в Москве. Речь идет о новом формате продвижения поэзии, придуманном Центром визуальной культуры ВЕК. Это фестиваль видеопоэзии «Видеостихия», который был назван передовым. Слава Богу, что управление культурой, администрация оценили наше начинание. И вот сейчас мы понимаем, что мир стремительно меняется, и нужно как-то соответствовать его вызовам. Поэтому помимо книги и поэтического текста мы бы хотели предложить форму визуального понимания этого текста. И предложить сегодняшнему молодому поколению самим поэкспериментировать с этим форматом. Мне кажется, это интересно, и эта история надолго. Также можно отметить достижения Центра Камертон, который стал лауреатом конкурса «50 лучших школ России» и детской библиотечной системы города. Ее проект по созданию модельной библиотеки для детей с ограниченными возможностями здоровья набрал больше всего голосов граждан, вовлеченных в программу инициативного бюджетирования, то есть целевого распределения бюджетных средств. Дорогие мои, магнита без культуры не была бы тем городом, в котором мы сегодня живем. Он был бы скучным, неинтересным, и люди были бы злые, нудные. А благодаря вашему другу в городе нам хочется жить. Поэтому ваш труд очень и очень нужен нам, магнитогорцам. Спасибо вам большое. Отметив, что этот праздник наглядно показывает, на каком высоком уровне находится сегодня культура магнитогорска, Александр Морозов вручил почетные грамоты и пожелал собравшимся творческого полета и новых достижений. Татьяна Артеменко, Александр Макаров, телекомпания ТВН.